Знаешь, что самое обидное? Когда прошло несколько месяцев отношений, и тебе кажется, что все прекрасно, вы подходите друг к другу, и в принципе ты видишь ваше общее будущее вместе. Но отношения заканчиваются, мужчина куда-то испаряется, он как будто испугался и сбежал. Почему так происходит? Давай разберемся, для того, чтобы в нашей с тобой жизни это больше не повторялось. Поговорим с тобой об этом более детально. Привет! Ты на канале Женственность. Поехали разбираться! У нас, у женщин, это определенным образом заложено в генах. Когда мы видим мужчину, который нам нравится, который соответствует всем нашим ожиданиям и приближен к идеалу, мы сразу начинаем планировать будущее. Мы хотим увидеть, как будут выглядеть наши дети, как их будет звать, и как во всей этой атмосфере мы будем чувствовать себя комфортно и уютно. Мужчин это очень сильно пугает, так как на самом деле на начальном этапе отношений в первые несколько месяцев. Они находятся еще в состоянии очень сильного присматривания. Они задают себе вопрос, насколько в принципе эти отношения являются тем, что они хотят. Они не настолько сильно торопят события. Для них они могут быть мимолетными, могут быть полусерьезными, а могут быть нацеленными на всю жизнь. Но мужчина не будет об этом задумываться в первые несколько месяцев. В первые несколько месяцев он будет просто наблюдать. Для того, чтобы отношения дальше имели толчок к развитию, женщине нужно позволить им быть более легкими. Для того, чтобы определить ценности, о которых мы раньше уже говорили, и я считаю, что это самое важное в понимании совместимости с мужчиной, лучше всего расспрашивать о прошлом. Когда ты говоришь с мужчиной о прошлом, этот разговор будет намного менее напряжным. Он будет говорить расслабленно, он будет вспоминать, он будет показывать истинные эмоции. А самое интересное, знаешь, когда мы что-либо вспоминаем, нам очень сложно врать. Поэтому скорее ты получишь правдивые ответы. Придумать красивое будущее картинку, если мужчина захочет, ради, возможно, каких-то меркантильных целей он сможет. А вот рассказать о прошлом, так, чтобы ты не увидела ни капли ложи, если это неправда, будет значительно сложнее. Поэтому, конечно же, тебе нужно определиться в том, кто перед тобой. Поэтому нужно общаться и разговаривать. Но старайся в первые несколько месяцев больше говорить о прошлом мужчины, чем о его будущем, тем более, как он видит это будущее с тобой. Я приведу тебе яркий пример из своей жизни. Конечно, я не мужчина, но в моей жизни были мужчины, которые торопили события. Не представляю себе, если бы я была на их месте, как бы я расстроилась и как сильно напряглась бы. Но даже на месте женщины, которая вроде бы должна была бы об этом мечтать, я напряглась очень сильно. В моей жизни был мужчина, с которым мы были много лет знакомы. В принципе, давно было понятно, что, возможно, есть какая-то симпатия. Но в какой-то определенный момент, без романтических отношений, а просто на дружеской основе, он подошел и подарил мне кольцо с бриллиантом и спросил, не планирую ли я выйти замуж за кого-либо другого в ближайшие несколько лет. Эта ситуация как-то выбила меня из колеи. Наверное, она входит в зону мечтаний практически любой молодой девушки. Но мне это очень не понравилось. На тот момент я не почувствовала себя комфортно или уверенно. Я почувствовала, что решили за меня. И в принципе, меня ни о чем не спрашивают. А сейчас стоят перед фактом того, что наши отношения разовьются, и в них все будет хорошо. И как будто бы все следующие месяца романтических отношений я ничего не решаю. Именно это женщины создают в своих отношениях с мужчинами, когда торопят события. Возможно, это делается менее явно и менее навязчиво, но при этом это выглядит точно так же. Не должно быть даже намека на чувство того, что ваш партнер ничего не решает, так как было в моей ситуации. Наоборот, нужна легкость. Нужно понимание того, что отношения, да, они в любой момент могут закончиться, в них ничего не решено. Поэтому мы их ценим. Поэтому мы хотим, чтобы они продолжались. Самое ключевое в них будет то, что они хрупкие. Их нужно защищать. Такую позицию мужчина воспримет, как то, что ему нужно работать над отношениями. Это то, что может уплыть. А только то, что может уплыть для нас ценно. Поэтому постарайся простроить отношения с мужчиной в несколько месяцев, легкости, разговоров о прошлом и никаких намеков на будущее. Для того, чтобы подтвердить то, что я тебе сегодня говорила, я провела небольшой опрос среди мужчин в нашем офисе. Примерно 30 парней ответили мне честно на вопрос, насколько их раздражает или не раздражает, когда женщина торопит события и рассказывает, или же расспрашивает о их совместном будущем. Не поверишь, но практически все 30 парней сказали, что это то, что раздражает их больше всего. Когда они встретили девушку, она им интересна. Они хотят ее разгадать. Они хотят общаться с ней так, как будто бы завтра они уже не смогут иметь этой возможности. Для того, чтобы понять, насколько она глубокая и интересная для них. И во всем этом не должно быть ни малейшего намека на то, что вроде бы уже кто-то решил, что это будет длиться вечность. Тем более, чтобы это не решала женщина за них. Учти это. Я надеюсь, тебе будет полезно то, что я рассказала тебе сегодня. На своем примере. На примере людей, которые меня окружают. И, возможно, следующие отношения, или нынешние отношения, которые еще на очень ранней стадии, ты начнешь по-другому. Конечно, когда пройдет несколько месяцев, и вы начнете чувствовать себя комфортно, то стоит говорить о будущем. Но не в первое время. Именно это я хотела сегодня тебе рассказать. Подумай, насколько все эти идеи тебе близки. Если видео понравилось, подписывайся на канал и ставь лайк. В следующих видео мы будем говорить еще о более интересных темах.